Друзья, мы продолжаем с вами читать книжку «Моя жизнь» Константина Коровина. Глава называется «Врубель». В конце октября, поздно вечером, возвращался в свою мастерскую на Долгоруковской улице в Москве. Шел мелкий дождь. Мимо меня быстро прошел человек, одетый в летнее пальто, с поднятым воротником, с опущенными в карманы руками. И вдруг я услышал знакомый голос. «Коровин!» Я обернулся. Передо мной стоял Михаил Александрович Врубель. Я не ожидал, что он в Москве, и спросил. «Давно ты в Москве? Отчего ж ты до сих пор не отыскал меня?» И Антон здесь. Антоном мы называли Серова. Валентин, Валентоша, Антоша, Антон. «Я недавно приехал. Не в том дело. Пойдем в цирк». В цирк? Зачем? Поздно. «Ты никогда не видел такой женщины». Понимаешь? Ты никогда не видел такой красоты. Врубель стоял передо мной, котелок его был надвинут на лоб. Худое прекрасное лицо Врубеля выражало в ту минуту какую-то особенную радость, какой-то полет. «Что ты говоришь? Какая красота?» – сказал я. «Ну, пойдем». Мы прошли за кулисы цирка мимо каких-то артисток, артистов, собак, лошадей. «Постой!» – остановил меня Врубель. Сейчас как раз ее номер. Действительно, мимо нас проезжала нарядно одетая балерина с бледным лицом и нежным взором темных глаз, сидящая высоко на лошади женщина. «Вот она! Смотри!» За ней двигались другие лошади, несли большие кольца, обручи с натянутой бумагой, через которые прыгают в цирках. Несли высокие табуреты, какие-то другие предметы. К нам подошел низкого роста человек, перевязанный у пояса красным шарфом, в синей вязаной рубашке, красивый, коренастый, с очень широкой, сильной шеей. Он поздоровался с Врубелем, и они заговорили по-итальянски. Врубель говорил на восьми иностранных языках. Врубель познакомил меня с ним. Это был муж цирковой наездницы. Издали я видел, как она на своей лошади носилась по арене. Она прыгала через обручи, за ней бегал рыжий клоун. Но вот ее номер кончился. И, возвратившись со сцены, она соскочила с лошади, подошла к Врубелю и быстро заговорила с ним по-итальянски. Познакомив меня с ней, Врубель сказал, «Мы сейчас поедем вместе. Я живу с ними. Здесь недалеко. Пойдем туда». Мы пришли с ним в убогую московскую квартиру. Где-то на Третьей Мещанской, в деревянном доме на втором этаже. На некоторое время мы оставились с Врубелем одни. Он зажег лампу. Лампа осветила небольшой покрытый вязаный салфеткой стол. На нем грудой лежали пустые коробки из папирос, краски, кисти. Тут же я увидел стоящие на диване две большие до самого потолка картины. На одной из них огромное лицо женщины с прямой, как столб шеи, большими глазами прямо в упор смотрело на меня. В этих глазах была непостижимая глубина взора. Матовые губы, алые, извилистые, выражали печальную кротость. Лики Мадонн вспоминались мне. На фоне картины были облака, мягко-ритмические, как бы излучающие пучки, разложенного на цвета радуги спектра. Лицо женщины было подобно видению. Оно терялось в облаках, переходя в них, ритмически соединяясь с ними и очертаниями формы, и цветовыми созвучиями. Странная, невиданная картина. Она не походила ни на что, созданное доселе, в живописи. «Что?» – сказал Врубель. «Это она. Ты увидишь. Большая, потому что я так хочу. Эти избитые вечно одни и те же размеры мне надоели. Они вовсе не нужны. К чему нужно это подобие правды? Все эти головы в прическах, куаферов. Куафер – это парикмахер от французского. А вот я сделаю ее так, как она является воображению. Я знаю, что это пугает, испугает всех. Но ведь ничего не существует в отдельности. Эти облака и она, они равнопрекрасны. Но формы, формы. Я о них думаю. Вы никто не знаете, что такое форма. Вы просто все списываете, как всегда. Ах, как мне все это надоело. На том же диване рядом с картиной женщины ставил такой же большой картон. На нем было написано распятие поникшего головой Христа. Все тело Христа было как бы из мелких-мелких филигранных бриллиантов. И каждый грань их светилось радужным сиянием. По обе стороны Христа два херувима. И они сияли гранями рубинов и изумрудов. На расстоянии очертания самих фигур не были различимы за этим сиянием. Спускавшиеся драпировки и ткани были отделаны золотом. Фон Поль Варонезе. И на нем пейзаж со склонившимися оливковыми деревьями. Каких-то удивительных форм. Как мелкий-мелкий изысканный узор. Эти две картины, столь противоположные друг другу, были совершенно своеобразны. Они покоряли своей торжественной мощностью. В комнату вошла артистка, наездница. И с нею ее муж. Поспешно и ловко они убрали стол для чая. Муж и жена хлопотали оба, откупорили красное вино. И хозяйка, посмотрев на меня на ломаном русском языке, сказала, господин, раздевайтесь, садитесь, есть. Я вас любить. Вы друг Миша. А тем временем врубили ее. Муж уже быстрый, горячо говорили о каких-то делах цирка, о каких-то несправедливостях, о каких-то завистях, интригах артистической цирковой среды. Я, невольно вглядываясь в лицо женщины, увидел какую-то особенную торжественность. Ее наряд, зеленая кофта из шерсти джерси, красная юбка, пестрый, безвкусный, наряд, напоминающий попугая, и бархатная лента на шее с большим помятым золотым медальоном составляли чрезвычайный контраст с ее прекрасным лицом, как бы явившимся к нам из другого далекого века. Прямая посадка, изумительной красоты удлиненное лицо, его торжественность, какой-то царственной форме, лебединая шея, и на ней прекрасная голова с опущенными вниз глазами, глазами невыразимой кротости. Такие прекрасные глаза бывают у лошадей и оленей. Я помню, у одного убитого на моей охоте лося были такие же чистые, такие же кроткие глаза. Мы долго сидели за столом, и разговор врубили с хозяином квартиры продолжался по-прежнему оживленно. В их разговор все о той же цирковой жизни, изредка вмешивалась и она, вставляя в него отдельные замечания. Странно, подумал я, какой особенный человек врубили. Почему он увлечен этими далекими от него интересами цирка? И как он оживлен, разговаривая о том, что кто-то кого-то победил в цирковом трюке, и что кто-то не смог спрыгнуть с трапецией на каком-то восьмом кругу? Странно. Так прошел этот вечер. Я поднялся из-за стола и стал прощаться, и условился с врубелем, что он на другой же день утром придет, он придет в мою мастерскую. Помню, помогая надеть пальто, артистка-ноизница сказала мне, я вас очень любить. Картины врубеле тоже. Он джотто. Да-да, даже больше. Искусство понимает очень трудно, мало понимает искусство. Бог и искусство мало понимает. По дороге домой на Долгоруковскую улицу на убогом московском извозчике в два часа ночи я подумал, особенный человек врубель. Какой замечательный, какой искренней души. Но что это такое поклонение красоте этой женщины? Да, она красива, особенно красива. Искусство и Бога мало кто понимает. Как странно было услышать это из уст цирковой актрисы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok